Иногда полезно, приезжая куда-либо, не забивать себе голову излишней информации и не засорять эфира в этом месте, потому что таким образом вы лишите себя эффекта сюрприза, эффекта быть удивленным от этого места. Это как, когда приходишь в ресторан, иногда хочется попить воды, чтобы смыть все вкусовые рецепторы и в полной мере насладиться едой. Вот так я сейчас приехал в город Сфат, один из древнейших городов Израиля, один из знаковых городов Израиля. Тем самым я сегодня закрою свой гешталь, потому что это последний из святых городов, в котором я не был. Я был в Иерусалиме, я был в Хевроне, я был в Твери, но я никогда не был в Цфате. И сегодня я рад, что я начинаю именно с Цфата съемку, потому что в тех городах я был не особо в туристических целях, а где-то по долгу службы, где-то просто проездом по каким-то бытовым делам. В Цфат я приехал именно пропитаться этой мистической энергией города. Я пока еще совсем немного так полазил по Цфату, но у меня уже сложилось впечатление, что он хоть и туристически, он далеко не попсовый городок. И есть в нем какая-то своя атмосфера, какие-то жирнейшая этнография, со своими какими-то сакральными письменами, с оккультизмом религиозным. И пусть наш оккультизм, он немного отличается от классического, где несут черную мессу какие-то ребята в черных балахонах и хламидах и приносят жертвы на алтаре. Но, как по мне, пейсела, псердак, эти шапки из лисьих хвостов мохнатые, они даже если и выглядят менее эпично, но они по-любому несут свой колорит. Цфат, как известно, является родиной кабалы. Отсюда и пошла кабала. И сюда прилетает много людей изучать кабалу. И, наверное, многие из них думают, что им сразу дадут такой гримюар с заклинаниями, где они начнут постигать из места в карьер уже какие-то прям магические практики. Я думаю, это не является правдой. Это больше изучение самого себя через Бога. Вообще сама концепция кабалы. Я живу в Израиле. Где? Я живу в Хайфа. Очень красиво. Да. Очень красиво. Это первый раз ты приехал в Тсфат? Да, в самом деле, я живу здесь 24 лет и я никогда не был в Тсфат. В реальности? Да, это первый раз. Это специально, специально место. Да. Что это значит? Да. Это спиритуально. Я не в религии, но я чувствую... Ты чувствуешь энергию? Да, да. Это здорово. Это очень здорово. Я пришел здесь жить в Америке. А, да? Да, потому что это очень особенный место. Да, это очень прекрасно. Если хотите, мы можем сделать два минуты. Это специальная связь. Ты в специальном месте. Да. Это связь в физическом месте, в твоем сердце, в твоем сердце. Да, да. Мы делаем это каждый день, чтобы связать с Богом. Да, я буду думать об этом. Спасибо. Вы добрызвали. Спасибо. Меня сейчас пригласили на молитву иудейскую. Парень из Америки. Но как-то мне было неудобно ему отказывать, но я приехал сюда не молиться, а проникнуться по-другому этим городом. Ну, вообще прикольно. Вообще, я заметил, что ЦФАТ испещрен количеством разного рода библиотек. Синагог и любители теории заговоров, наверное, хотели бы проникнуть в святая святых и найти какой-нибудь такой древний фолиант, который сделан из человеческой кожи, обложкой фарзацы. Но, сдается мне, они были бы разочарованы. Иудаизм не практиковал никогда человеческие жертвоприношения. Это, наверное, даже одна из главных претензий иудеев к язычникам. То, что они никогда не практиковали никакого рода именно человеческих жертвоприношений. Одна из эпичных историй насчет того, почему город выкрашивали в синий цвет, которая вот лично мне зашла. Это идет еще из средневековых времен, что когда сатана будет пролетать над землей и когда он будет пролетать над СФАТом, он будет видеть этот синий цвет и ему будет казаться, что он летит над рекой. И он пролетит мимо. Что-то тут есть такое от Гоголя. Такое, вечера на хуторе Близниканьки. Даже если вдуматься, что сатана будет лететь над СФАТом, это уже подразумевает крылья, это уже подразумевает какую-то мифологию, какой-то химера. И тут уже как фантазия унесет. Чтобы реально проникнуться всей магической энергетикой города, нужно выключить свое обычное восприятие реальности, а то мозг все изговнякает рационализмом. Это как в программировании. Мы должны выстроить свои конфигурации таким образом и вывести это на такие частоты, чтобы улавливать. А то обычный человек, он блокирует этот импульс. Он не попадает под биополе этой магии. Он ходит по этим улицам просто как по обычным старым кирпичам. А тут нужно именно включать фантазию, настроиться на то, что ты находишься не в обычном месте. Вообще в синагогу не принято заходить без головного убора. Но это не обязательно должна быть кипа. Это любое покрытие головы. Поэтому я взял с собой вот этот модный кипарик-панамку. Хотя, сказать честно, я ненавижу вообще головные уборы, потому что у меня такое ощущение, что я выгляжу в них как мудак. Может, я и без них также выгляжу, но с ними особенно. Так что я одел эту шапочку только для того, чтобы посетить синагогу. И для того, чтобы кто-то уехал, чтобы не былоscreen, то что я не знаю, это ауэ. Показывает, конечно, выгляжу, которые у вас несколько разных видов, чтобы вы могли показать их. Обычного эфемии, потому что вы понимаете, и ты не сможешь доверять. Одно из прикольных течений в иудаизме это хасиды, у них концепция веры складывается, что они постигают бога через молитву, через экстаз и если вы когда-либо видели пляски хасидов коллективные, это выглядит максимально эпично. Если вы хотите отправиться в гипнотическое путешествие, то приходите на тусовку к хасидам, там атмосфера просто булькает кислотными трипами, конечно для неподготовленного человека это выглядит как какой-то наркотический делирий, психотропный майндфак, там люди просто отрываются с пеной у рта. Я когда-то бывал на таких тусовках, причем попадал туда случайно и был довольно ошарашен. Но если прийти туда уже подготовленным, зная, что ты увидишь, то я думаю ты сможешь тоже зарядиться этой атмосферой, ихней энергией, бодриться со всеми вровень. Тут такие узкие улочки, что даже у самого стрессоустойчивого, я думаю, может выработаться приступ к клаустрофобии. Я тут ощущаю себя как муравей, который ползает в трещинах пола. Бывают, складываются впечатления из-за того, что религиозные евреи выглядят немножко чутковато и даже, я бы сказал, неряшно. И их почему-то тоже воспринимают за чудаков, хотя у них очень-очень много умных людей. Представьте себе, что они начинают работать над очень сложными текстами еще с самого детства. Вот как алхимик работает над каким-то зельем, то они работают над очень древнейшими и тяжелейшими манускриптами, пытаясь их понять. И бывает, конечно, что они ограничены догмами религии, как корсетам. Но также нередко бывает, что они совмещают религию с какой-нибудь другой наукой по типу, допустим, математики. И у него мозг с самого детства уже заточен и отполирован так, что он воспринимает тяжелую математику намного легче, потому что он привык уже решать очень сложные задачи. У него мозг натренированный. И бывают просто такие самородки науки именно в слоях иудеев, в слоях вот этих вот религиозных субкультурах. Но бывает, что погружение в эти сакральные книги чревато опасными последствиями, особенно если делать это без подготовки. Бывает, ментальная броня не выдерживает и в мозг проникает такая разрушительная молекула. Это как ходить по тонкому льду. Там очень тонкие материи, и бывает человеческий мозг не в силах их обработать, и у людей протекает чердак. Такое не раз бывало. Я много встречал таких вальтанутых, поэтому если вы решите изучать Кабалу или книжки Зора, я советую вам к этому подходить более подготовленный, чтобы не упасть в пучину безумия. Многие города, особенно древние, они больше навеивают тоску, потому что, ну вы наверное часто бывали в таких серых городах, из которых как будто выкачали все краски, и люди такие там живут угрюмые, закутанные в серый быт. А вот интересное решение, это красить стены в какой-то более живой цвет. Вот у меня такое ощущение, что это как само пространство. Кто-то сделал дыру в пространстве, как такую трещину, оттуда выбивает живое небо. И выглядит это максимально круто. С учетом еще, что за этими цветами стоит целая мифология. Синий цвет, он в очень многих культурах, не только в иудаизме, считается как защитный цвет, цвет от сглаза. Вы наверное не раз видели вот эти синие глаза, глаз Фатимы, который как личный оберег работает. Многие его носят. Это распространено в Турции, но уже стало распространено во всем мире. Глаз Фатимы, это такой стеклянный талисман, и это твой личный оберег, как метафизический щит. И считается, что если он падает и разбивается, он как будто принимает удар на себя. Это допустим метафизический молот в тебя летел, а он как щит просто принял удар на себя. Сам разбился, но спас тебя. Только помножьте это в масштабах целого города. Представьте сколько тут синих и голубых цветов, и какая защитная аура у этого места должна быть. Очень интересно, как учили Талмуд. Они книги обмазывали медом, и ребенок, он по вкусу и запаху уже впитывал в себя эту книгу. Сначала тактильно. Вообще, евреи это народ книги. Для очень многих евреев именно книга является единственной родиной. Это как капсула времени. Поэтому в иудаизме еще культура переплета очень развита. Никто не считает торуса смартфонов через цифру. Тут важна еще и сама книга. И чем стареет, то вот эти вот древние фолианты их просто оберегают, как синицу ока. А еще тема вечного кайфа, она не только у хасидов. Те же индейцы, какие-нибудь чироки, практиковали это тоже коллективно. Обдалбывались какими-то психотропными веществами. Я думаю, со стороны это тоже выглядит, как какой-то психоделический делирий наркотический. Но они там познают такие кайфы, такие кайфы познают, о которых нам и не снилось. Я немножко отошел от старого города. И вот тут такое уродливое здание. Сразу урбанистический монстр такой. Это как свет, который отдаляется от источника слабей, так и божественная эманация тоже растворяется в материальном мире. Хотя, что касается именно божественной эманации, то концепция кабалы, она немножко по-другому строится. Они говорят, что мы не божественная эманация, а мы божественное проявление. Это значит, что мы и есть частичка Бога. Все мы. Вообще весь наш мир так соткан. Если когда-нибудь будете в синагоне, советую обратить внимание на музыкальность молитв. Насколько они звучат мелодично. Это такая литерация играет на всех регистрах. Я, как знающий иврит, я не могу вычленять слова из молитвы. Для меня это просто рандомальная какофония звуков. Но оно сливается просто в офигенную мелодию. Но надо заметить, что и у христиан церковное пение тоже очень мелодичное. И мусульманские нашиды. Тут не обязательно вообще понимать смысл слов. Просто такое ощущение, это тебя погружает в такой транс, как будто с тобой разговаривает космический хаос. Жестокосердно. Мы убиваем время, а нас убивают за деньги, а порой за дело. Тяжелой поступью оперевшийся костыль. А через много лет тело превратится в быль. В корабельных доках, в портовых бараках. Где череда событий протекает одним махом. Не то колдун, не то знахарь. И ощетине в клык, будто призрак ночи на сферату. Ну и что, что тычинка так тянется к пестику. Еще так малолет и не нажил по мести. Кто одарен с детства, как Леонардо да Винчи. А кто-то с табакерки носом банчил, как каинчик. Недосягаемый, солнечный зайчик. Еще один попутчик сносный пропустил трамвайчик. А мы пойдем гулять по его рельсам. Дягилева Янка, Летов Егор, Грайс Мейстер. Летучий фрегат уходит в гавань у покоения. Мы ждем знамения, как с неба заменят. Тутолику таланта, хрусталь души поменяв на твердость адаманта. Втопи фулл газ, пока есть мощи. Уходят по-английски, не прощаясь, не дожидаясь в арфоломеевской ночи. Невальпургиевой выйти за круг спасения, заглянувший в очи Вия. На всю катушку, ведь в гробу нет карманов, пока еще оставаясь умственно сохранны. Платят по счетам фальсификаторы, пальцы в секаторы и понеслась по новой. В компасе игла сломалась, но я надеюсь, донесут ветра. На мель не сядут, те голландцы летучие. И молния ударит мимо, покасательно, порезав тучи. Летучий фрегат уходит в гавань у покоения. Мы ждем знамения, как с неба заменят. Тут олику таланта, хрусталь души поменяв на твердость адаманта.